Добрый день дорогие друзья, Рошхо-де-Штов. Мы начинаем наш урок в понедельной главе Торы Крах. И сказал Бог Огороду, ты и сыновья твои, и очий дом твой, с тобой ответственность за вину против святилища. В чем же виноваты коины? Ответственность коинов правильно поступать с левитами, которые им помогают в храме. Они выполняют священную работу. И коины щепетильно точно должны следить за тем, чтобы левиты не смогли подойти ни на свое место в храме. Если мы берем колено леви, это три семьи, Гершонки, Гат и Врари. Одна семья Гершона, она занимается всеми тканями. Она занимается потолками храма. Храма, четыре потолка у нас есть. У нас есть полох при входе в сам храм. У нас есть полох при входе во двор храма. И у нас есть забор, он весь из тканей. Вот этими занимается колено Гершона. А вот колено Мрари занимается всеми тяжелыми конструкциями. Сами балками шатра, всеми столбами, подножиями. Вот этим всем самым тяжелым они занимаются. А вот колено Кегата, семья, это занимается самыми священными предметами. Они носят ковчег завета. Оба жертвенника, маленький золотой и медный, тот который во дворе. И они им переносят минору. Также стол предложения с хлебами. Умывальник, который стоит между шатром откровения и жертвником. Это их священная обязанность. И не может просто прийти левит и взять предмет, который ему положено. Коины заходят в храм первые. И они снимают завесу, оделяющую святилища от святой святых. И покрывают ей ковчег завета. И когда они все три покрытия ковчега будут сделаны, только тогда каждый левит становится на свое место. Если их поставить не так, как предписано, то они могут погибнуть. Так и написано, не доведите до гибели и сыновки Гата. Эта ответственность лежит на коинах. Левиты не имеют права выполнять никакие обязанности, связанные с священными предметами. Не могут приносить жертвы. Они только могут помогать. Они могут охранять, а не обязанный храм. Но к жертвеннику подойти не могут. И также и зайти в храм. Во время служения ни в коем случае. И поэтому на коинах лежит вся ответственность. Если левиты что-то сделали не так по вине коинов, коины также будут наказаны. Об этом здесь говорится. За это получают левиты за свою службу. И коины за свою службу получают часть урожая, часть священных приношений. Все это они получают. Это ихняя зарплата. Если мы работаем честно всем народам и отдаем свои десятины, то что нам положено. Кроме десятин мы отдаем еще и те жертвы, которые мы приносим за нашу вину. Тот хлеб, тех животных, то масло мы приносим. И часть идет коином. Коин за свою работу получает 24 дара. Мы не будем сейчас все перечислять, но частично мы немножко говорим. Вот допустим, если мы приносим любые жертвы, то шкура в большинстве случаев достается коину, которую жертву приносят. Бывают случаи, что нет. Есть жертвы, которые приносит первосвященник. И тогда шкура, и мясо, и нечистоты, и все вместе сжигается вне стана, в месте выброса пепла. Потому что кровь этой жертвы вносится в святилище, брызгается 7 раз в сторону завесы, отделяющая святилище от святилища, один раз вверх, шесть вниз. Потом обмазывается этой кровью золотой жертвенник и так далее. В общем, вот в этих случаях жертва, допустим, первосвященника или жертва Сангедрина, собрания народов, в данном случае сжигается вне стана. И со шкурой, и со всем. А в основных случаях, в большинстве своем, все это достается коинам. И части жертвы мирной, это грудина, и правая задняя голень животного достается коину. Это его подарок от Всевышнего. Если человек пришел, принес мирную жертву и просит коина, чтобы он сам и зарезал, и освеживал, и все сделал буквально сам, то в этом случае коину достается еще и передняя правая голень, называется плечо, челюсти и желудок. Это еще челюсти и с языком это все достается коину в этом случае. Если эта жертва грехоочистительная, то тогда только коины ее едят. Никто другой к ней прикасаться не может. Человек совершил грех, ему положено искупить этот грех, после этого он приносит эту жертву грехоочистительную, и коины обязанную есть. Даже если козел, животное невкусное, и никто не хочет это мясо есть. Это все-таки не ягненок, и удовольствие не получит от нее. Но коины обязаны, чтобы скупить наше вино, обязаны есть. Также и жертву по вину, они обязаны есть и только на территории храма, и только до полуночи. Это ихняя обязанность. Не все, что мы приносим коинам от этого приятно все. Но он обязан это делать. И от любой жертвы хлебной, если мы приносим хлебную жертву, то он оставляет часть себе и ее ест. Если даже это все сожжения, то сжигает только часть, а остальная достается коину, который ее приносит. И два хлеба, которые мы приносим квасными. Это у нас праздник шавуот. Это тоже достается коину. И те хлебы, которые мы каждую пятницу перед шавуотом ставим на стол предложения в храме, тоже достается коинам. Делят две смены. Смена, которая находится на службе в эту пятницу, и та, которая пришла новая смена, между собой делят эти хлебы. То есть, это не тема этого небольшого урока, но коина Всевышний не обидел. Также и левитов. Левиты получают десятины. Если мы честно работаем, то всем народам мы даем им десятины, и у них хорошая получает зарплата. Естественно, если мы десятины не деляем, они тоже вынуждены заниматься работой и зарабатывать, хотя Всевышний им запретил иметь какие-то предприятия, какие-то магазины, какой-то бизнес. Все запрещено. Он обязан только заниматься священной работой, обучать людей жизни по Торе, помогать коинам в храме. Это его святая обязанность левита. И если левиты получают десятины, то десятину и своей десятины он обязан дать коину. Это зарплата коина. Вот так вот. Так, вкратце мы сегодня немножко об этом поговорили. На сегодня наш урок заканчивается. Всем всего самого на лучшего. Делитесь с друзьями этим видео. До следующих встреч. Всем браха, парна, са, кавана. Субтитры сделал DimaTorzok